Всем привет! Сейчас покажу вам, как мы замешиваем раствор. Мы строим вот этот жилой дом из силикатного кирпича, крашеного. И наш подсобник замешивает раствор для кладки. Пропорции для раствора. На мешалку он кладет два ведра цемента и 12 лопат песка. Лопаты такие вот полные. Получается замес один к трем. И наливает жидкое мыло. Вот такое мыло. Песка самая дешевая. Пятилитровые баклажки. Грамм сто на мешалку. Больше лить не нужно. Буквально где-то сто грамм. И многое зависит от песка. От фракции песка. То есть вот этот песок не промытый. А в нем содержится еще глина. Вот она глина. В небольших количествах. Вот такие вот кусочки глины. Они делают раствор глина пластичным. И также мыло делает раствор пластичным. Многие вот спорят в интернете, что ферри или мыло добавлять нельзя. То, что раскрашивается раствор руками. Сейчас я вам покажу, как мы выложили таким вот раствором. Кладем дом. И как он выглядит вот в складке. Пока замешивается раствор, покажу стеночки. То есть вот она идет стеночка. Как вы видите, швы не белеют. Как многие вот говорят, что добавил там ферри, и вся стена там белая. Есть вот немножечко на кирпиче выступают высолы. Он вот высыхает. Но это не из-за раствора. Высылы появляются на кирпиче, даже вот когда мы не положили его на раствор. То есть вот в самой пачке, вот он кирпич. Он вообще не контактировал с раствором, а появляются на нем такие вот пятна, высолы. Ну а швы? Швы у нас нормального цвета. Вот такие получаются шовчики синего цвета. То есть уже видно, что раствор крепкий. Вот упавший раствор, такие засохшие кусочки. И то есть рукой, рукой его не раздавишь и не сломаешь просто так. Ну вот немножечко тут есть он крошится, но он еще крепость не набрал. Здесь вот положили мы вчера кладку, свежая кладка. Вот стеночка, которую я проложил сегодня. Вот он, еще свежий такой растворчик. Только проложил эти ряды. Вот вчерашний растворчик. Уже его как бы тяжеловато отломить, но еще ломается. Вчерашняя кладка вечером сложил, еще вот не застыла. Ну а здесь уже кладка более ранняя. То есть уже не отломаешь. Ну, такой раствор, какой должен быть. Поэтому я считаю, что жидкое мыло можно добавлять в небольших количествах. Но нужно добавлять и побольше цемента, чтобы не уменьшать прочность раствора. с пластификаторами работать немножко сложнее. Потому что вот я, когда работаю с пластификатором, то у раствора такой неприятный, едкий запах. И начинает разъедать руки. То есть начинают лопаться пальцы на руках, если долго работаешь. Когда раствор попадает на руки, он разъедает руки. С мылом работать проще. Раствор мягче, чем с пластификатором. И как я уже говорил, строители не будут работать без пластификаторов. Без мыла, либо без пластификатора таким жестким раствором класть очень тяжело. и качественную кладку не получится сделать. Высылы появляются не от добавления мыла, а высылы они сами по себе вот на кирпиче. То есть кирпич еще не клали на раствор, а уже он подсыхает и выделяются высылы из-за того, что он мокрый. То есть был в поддоне влажный. А сами вот швы, сами швы, как вы видите, не побелели. Как вы говорите, многие специалисты говорят, что белеют швы от мыла или от фейри. Видите, не побелело ничего. Так же и в стене. Ну и сейчас попробую забить гвоздь вкладку. Вот мы ложили где-то 4-5 дней назад. То есть она еще полностью не набрала крепость. Ну, гвоздь забивается, но большим трудом. Немножко вот даже согнулся. но для раствора это нормально. 28 дней он набирает крепость. Подсобник уже сделал парочку замесов. Сейчас наложим растворчик и покажу вам, какой он. растворчик пластичный. Растворчик пластичный. удобно очень. Одно удовольствие. Хорошо стелется на кирпичик. Разглаживается. И что я хочу сказать, то что каменщики, которые строят дома бригады, часто добавляют жидкое мыло либо пластификаторы, потому что без пластификаторов каменщики работать не будут. То есть отбивать себе руки. Поэтому я еще не видел ни одной бригады, которые работали без добавок. Без жидкого мыла либо без пластификатора. Ну то есть вот смотрите сами добавлять или нет, но мы используем жидкое мыло. потому что без него нереально работать. Очень тяжело. Просто добавлять его нужно в определенных количествах. Лишний добавлять конечно не нужно, чтобы растворчик был пластичным. И также очень многое зависит от песка. Если будет чистый промытый песок, он быстро осядет, если речной песок и будет сверху вода, внизу песок. То есть он будет очень жестким. Такой песок хорошо использовать для бетона. Самое главное не экономить цемент. Чуть побольше сыпать цементика. Цемент должен быть в такой вот классификации ЦМ1 должно быть написано. То есть есть ЦМ2, а это ЦМ1 чистый цемент. И чуть побольше сыпите цемента. цемент. тогда раствор будет крепкий. Растворчик замешиваем немножко пожиже, так как кирпичик полнотелый, хорошо впитывает влагу, поэтому делаем немного пожиже, чтобы можно было пристучать кирпич. До керамики нужен растворчик по суше. И вторая очень тоже главная причина пластичного раствора это в составе песка должна присутствовать глина. То есть песок нужно брать для кладки не речной, а с карьера, чтобы там присутствовало немного глины. Был у нас случай, однажды мы строили дом, песок очень сильно садился, заказчик запрещал нам добавлять ферри или жидкое мыло и привез нам на стройку камаз глины, чистую глину. И мы добавляли уже точно не могу сказать, но где-то на мешок цемента добавляли ведро чистой глины. И раствор был пластичный, вкладка была достаточно крепкая, не разрушалась, кирпич держался крепко. Вот такой был природный пластификатор глина. Поэтому речной песок он дешевле, многие покупают речной песок промытый и он быстро садится. То есть тут не помогут никакие ферри, сколько туда не лей. То есть люди начинают лить много ферри или мыло. В итоге как мне все там пишут швы становятся белыми или там руками разбирают дома, там кирпичи, крошится там бетон. То есть мы как добавляли так и будем добавлять, потому что я считаю, что вот это нормальная крепкая кладка. И руками ни ногами ее уже не разберешь. То есть когда наберет она крепость, то будет отлично все. Из-за этого дом, из-за раствора, из-за мыла дом не рухнет. Такой вот получается дом, такая кладка. Тот кто работает на стройке давно поймут о чем я говорю. Все каменщики. То есть вот он падает у нас раствор вот здесь. Он еще не набрал крепость, но уже вот такой достаточно крепкий. Вот крепче он и не нужен. То есть марка, которая нужна, он набрал. а так полную крепость раствор набирает 28 дней. То есть сами вот видите. Так что пробуйте, замешивайте с мылом, но в разумных количествах. Не бойтесь экспериментировать. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. всем пока.